Девочка-пай Здравствуйте! В эфире телеканал ЮТВ, очередной выпуск программы «Чебоксары. Культурная столица» и с вами я, ее ведущая Елена Яковлева. И я рада представить вам нашего сегодняшнего гостя, директора Чувашского национального музея Елены Меньшиковой. Здравствуйте! Здравствуйте, Ирина Петровна! Чувашский национальный музей является главным хранилищем памятников истории, материальной и духовной культуры Чувашского, Русского, Марийского и других народов, проживающих в Чувашии на протяжении многих веков. Его фонда насчитывают более 180 тысяч предметов. А в феврале 2019 года это учреждение культуры празднует свой день рождения. Ему исполнилось 98 лет. Ирина Петровна, хотелось бы узнать, с чего в 1921 году начиналась история Чувашского национального музея? Как и все музеи, потребность в музеях появляется тогда, когда народ, общественность начинают осознавать свою значимость и понимать, что необходимо сохранять то, что представлялось и было в жизни у предков, сохранять артефакты культуры, свидетельства истории. И вот как раз после создания Чувашской автономии в 1920 году появляется такое решение о том, что необходимо создать Чувашский центральный музей. Так тогда наш Чувашский национальный музей назывался еще и 12 февраля 1921 года было принято постановление о создании Чувашского центрального музея. И с этого времени начинается собирание предметов для пополнения фондов, для формирования, вернее, наверное, правильнее сказать, формирования фондов музея. Прежде всего, конечно же, это были предметы этнографии, предметы быта, что необходимо было сохранить в этом быстро меняющемся мире даже в начале XX века. Это были произведения искусства и, конечно же, экспонаты, рассказывающие о природе. Ирина Петровна, а как собирались первые экспонаты, из чего формировался вот такой первоначальный фонд? Ну, как я уже сказала, это был прежде всего, конечно, фонд этнографии, да, это костюмы народные. Вот, собирали их люди, разумеется, во время экспедиции специалисты ездили на экспедиции. При музее было создано общество изучения края, и представители этого общества ездили на этнографические экспедиции, собирали, где-то зарисовывали наиболее интересные элементы, и таким образом начинается пополнение коллекции Чувашского национального музея. А за счет чего сейчас пополняется фонд? Ведь и в дар наверняка приносите какими-то другими путями. Ну, способов пополнения фондов, конечно же, их несколько, на самом деле. Вы совершенно справедливо заметили, что это дары. Кто-то считает, что необходимо оставить для потомков какие-то свои личные вещи, да, какие-то предметы, которые очень важны для характеристики той или иной эпохи. Да, поэтому люди, понимающие, это приносит нам в дар. Кроме этого, у нас бывают закупки, целевые закупки, да, определенная сумма выделяется в год на закупку экспонатов, хотя это не очень большие суммы на сегодняшний день. Бывают дары такие, что кто-то, допустим, закупает экспонат и преподносит в дар музея. Такие случаи у нас тоже были. Ну, и еще один очень важный способ пополнения фондов – это когда наши специалисты сами собирают, видят что-то очень интересное, положили к себе, как называется, в сумку и принесли в музей. Потому что, казалось бы, для людей, которые не связаны с музеем, не связаны с историей, может быть, этот предмет окажется неинтересным, как бы неважным, да, достойным только свалки. Мои сотрудники, сотрудники Чувашского национального музея, они, конечно, могут увидеть и собрать эти вещи, понимая ценность предметов. Ирина Петровна, если вот мы даже сейчас вокруг себя посмотрим, то у каждого предмета своя история, да, здесь. И, наверное, есть какие-то особенные экспонаты с особенной историей, о которых бы хотелось бы, может быть, как-то отдельно сказать. Да, их достаточно много. Это экспонаты, которые связаны с известными личностями. Например, у нас есть целая коллекция реальная, связанная с нашим просветителем Иваном Яковлевичем Яковлевым. Есть, ну, я считаю, что это самый такой значимый, самый важный предмет в нашей коллекции – это ковш Екатерины II, который был подарен купцу Прянкину за то, что он не открыл ворота Ядрина и не пустил туда пугачевские войска. Вот это серебряный ковш, наградное, с позолотой, с надписью «От Екатерины II». Ну, и очень важная коллекция, и самое важное для нас – это более 200 с лишним предметов. Это серебряные украшения чувашского национального или народного костюма женского. Да, это головные уборы, это подвески, это нагрудные, ношейные украшения, которые сделаны из серебра, бисера, ракушек, каури. Ну, это вот всем известные и знакомые нам чувашские женские серебряные украшения. Ирина Петровна, ну, наверное, каждый хотел бы заглянуть в какой-то святую святых и узнать, как хранятся эти вещи, как их сохраняют, какая температура, влажность для них нужна. Ну, на самом деле, если вы действительно хотите посмотреть, как это хранится, это можно сделать. Стоит только позвонить. У нас такие вот во время крупных мероприятий бывают специализированные экскурсии для малых групп. Небольшим количеством невозможно зайти в хранение, да. Для малых групп бывают специализированные экскурсии. Мы допускаем до фондов. Ну, для этого нужно заявить об этом, что я хочу туда. Мы попробуем найти, сделать такую возможность. И, конечно же, предметы музейные должны храниться в специальных условиях тоже. Очень справедливо заметили. Потому что они все относятся к категории вечного хранения. То есть мы должны их сохранить вечно. Соответственно, должны обеспечить специальные условия. Это и температурно-влажностный режим, это биологический режим, световой режим, да. И очень желательно, чтобы коллекции хранились отдельно по видам материалов, по видам предметов. Но не всегда это получается. Поэтому бывает и комплексное хранение предметов. Ну и, конечно же, мы должны им обеспечить безопасность. То есть сигнализация и пожарная сигнализация, охранная сигнализация. Это все должно быть. Поскольку у нас на музее возложено, соответственно, с законом Музейного фонда Российской Федерации, возложена ответственность за обеспечение сохранности и безопасности Музейного фонда. И, наверное, еще один весьма интересный процесс – это реставрация. Вот как он происходит? Когда решается, что предмет нужно отправить на реставрацию? И сколько у вас сейчас содержится мастеров-реставраторов? Действительно, когда мы получаем новый предмет, он же проходит обсуждение на фондово-закупочной комиссии. Именно фондово-закупочная комиссия, составленная из специалистов Музейного дела, решает, необходим ли нам этот предмет в фонды или нет. Нет, допустим, он нам не нужен, мы его не будем зачислять в музейный фонд и в коллекцию. И в это же время уже становится понятным, если мы берем, значит, нужно его привести в порядок. Есть необходимость, возможно, к реставрации. Еще решение о реставрации принимается тогда, когда предмет готовится к выставке. Вот, его надо привести в порядок, чтобы на выставке его можно было увидеть и в самом наилучшем виде, что, в общем-то, и позволяет делать реставрация. Ну, и есть плановые реставрации, когда наши хранители смотрят, принимают решение, что вот этот предмет уже дальше просто так хранить нельзя, его обязательно нужно консервировать, а то и реставрировать. Вот, к сожалению, штат реставраторов музея очень маленький, то есть у нас вообще один только реставратор. Ну, кроме по дереву. Кроме этого, у нас, конечно, у художественного музея есть реставраторы по живописи, по древнерусской и по масляной живописи. Но это, конечно же, очень мало для того количества фондов, которые мы имеем в республике. А какова тематика выставок национального музея? Ведь у вас есть выставки, начиная от культуры, заканчивая спортом и другими темами. Да, действительно, здесь, конечно, тематика выставок очень разнообразная, поскольку мы отзываемся и на злоб дня, мы говорим об очень важных в обществе событиях, вот это юбилейные даты, да. Мы говорим о юбилейных датах, известных в истории Чувашей людей, в истории России людей, да, о каких-то памятных датах. То есть выставки – это то, что отражает чаяние общества на сегодняшний день, интерес общества на сегодняшний день. Для этого, в общем-то, и выставочная деятельность организовывается. Ну и кроме этого, допустим, появляется какая-то идея представить… Ну, собралась коллекция какая-то интересная, да. Допустим, у нас есть коллекция, рассказывающая об истории развития мобильных связей. Да, у нас есть такой экспонат, такой большой, первый из мобильных телефонов, такой толстый аппарат. Ну, видели, наверное, да? Первый, первый. Да, помните. Кирпич. Да, там даже раньше, чем кирпич, по-моему, вот. Нам подарили вот такую подборку мобильной связи. Ну, что, интересный экспонат появился. Почему эта тема интересная? Мы делаем выставку. Или, допустим, выставку самоваров. Тоже очень интересная тема, вызывает интерес. Археологические выставки. То есть разные события, разные явления в нашей жизни могут стать причиной для того, чтобы делать ту или иную выставку. А скажите, сколько у вас сейчас постоянных экспозиций и сколько привозных? Ведь недавно привозили какие-то материалы из Тимирязевского музея. Да, мы делаем не только из фондов собственных, да, мы... Ну, выставка делается еще и для того, чтобы показать то, что есть в фондах. Не все возможно выставить в экспозициях, потому что, ну, 7-10% это то, что экспонируется из фондов. И, конечно, нам очень важно привозить и выставки из других музеев. Вот в прошлом году была очень ярко представлена у нас этнографический музей. Это роспись иглой. Была такая выставка федерального музея. Более 150 предметов, вышитых народных, деталей народного костюма. И целые комплексы мы представили из фондов этнографического музея. И это очень интересная практика, потому что на таких выставках обычно появляется даже то, что нельзя увидеть в самом музее, в экспозиции музея. Вот специалисты этнографического музея нам говорили, что, в общем-то, мы привезли то, что в экспозиции нет. Из фондов достали. Даже приехав в Питер в залах этнографического музея, можно не увидеть то, что можно было увидеть в Чебоксарах на данной выставке. – Более 10 лет, Ирина Петровна, вы сотрудничаете с Чувашским госуниверситетом, с историко-географическим факультетом. Какой материал чаще всего привозят из археологических экспедиций? – Нельзя сказать, что десятилетиями мы ограничиваемся. Мне кажется, музей и университет – это институции, которые друг с другом всегда сотрудничали, поскольку выпускники, историки университета, они приходят работать в музее. А вот в части проведения археологических экспедиций, я думаю, что здесь тоже цифры достаточно более чем 10, потому что у нас есть археологические коллекции, которые поступили в музеи гораздо раньше по следам археологических экспедиций, которые были проведены даже в начале того века. В этой части проведения археологических экспедиций мы сотрудничаем с университетом. Наши сотрудники участвуют в их экспедициях. По итогам экспедиции они обязаны это сдавать в музеи. Национальный музей является тем музеем, который принимает к себе результаты археологических экспедиций после изучения, консервации. Археологи их сдают нам. Ирина Петровна, вот хотелось бы знать, с чего началась Ваша карьера на посту директора музея? Ну, в музейное дело я пришла научным сотрудником художественного музея нашего. В Национальный музей я была приглашена заместителем директора, а потом уже стала директором. Как только я сюда пришла, это был процесс, это время достаточно такое напряженное, потому что после завершения реконструкции началось строительство постоянных экспозиций. Вот была, значит, экспозиция археологии в историю края с IX по начало XX века, ну, практически ничего не было. Хотя к этому времени уже были готовы концепции, проведены были конкурсы по дизайн-проекту, определены исполнители. Вот на этот период я пришла, и моя задача стала действительно завершение строительства экспозиции, и подготовка ее, и открытие новых экспозиций в реконструированном здании Чувашского национального музея. Какими были ваши ожидания, совпали ли они с реальностью? Нет, у меня до этого не было, конечно, такого опыта руководящей работы. Может быть, я не совсем правильно понимала, вообще, чем должен заниматься руководитель. Я для себя думала, ну, вот, поработаю я несколько лет, всему научусь, буду знать, что, как, когда и делать, и потом спокойно буду работать. Ну, на самом деле, руководящая работа, она, наверное, поэтому такая, что заранее определить, что ты будешь делать, как ты будешь работать, достаточно сложно. Можно определить основные цели и задачи, да, план можно составить, то, что необходимо, нужно сделать. Но вот жизнь всегда вносит свои коррективы, общество меняется, задачи музеев тоже меняются, поэтому, если я раньше думала, вот, три года поработаю, потом станет спокойно и скучно, на самом деле, так вот эти ожидания мои, конечно, не оправдались. А насколько было сложно изначально справляться с таким огромным, может быть, количеством административной работы, которая навалилась вот так? Ну, сказать огромное, это, наверное, неправильно, потому что у руководителей, которые раньше, выше стоят ранговые, у них еще больший объем ответственности, вы, мы же понимаем, вот, но это, конечно, ну, как правильно говорить, короля делает свиты, да, то есть один руководитель – это ничего, он один ничего сделать не может, поэтому я хочу сказать моим коллегам огромное спасибо, потому что это вот только с ними вместе мы могли двигаться дальше, вот, и они меня поддержали, мы вместе работали, поэтому мне, наверное, в какой-то степени было, вот, с их помощью, вот это вот все, тяжесть, может быть, да, но даже не тяжесть, но все-таки объем, большой объем работы, благодаря моим коллегам, в общем-то, мы, задачи, которые стояли перед музеем, мы вместе решали, по-другому быть не может. А за что вы любите свою работу? Ой, вообще сложно ответить на вопрос, за что ты любишь, да, попробуйте ответить, если, как правильно говорить, если вы сможете сказать, за что вы любите свою работу, вернее, за что вы любите человека, то задаются вопросом, любишь ты ли его, этого человека, да, если есть за что, то любишь ли ты. Ну, о работе, наверное, можно сказать, почему я ее люблю, потому что то, чем я занимаюсь, мне очень нравится, то есть история, культура, культура чувашского народа, народ действительно очень уникальный, да, поскольку работа с этим связана, это мне очень нравится, ну, и, наверное, нравится то, что кому-то это может не понравиться, скажет, о, каждый день что-нибудь новое, а мне нравится то, что мы каждый раз решаем задачи, которые раньше не приходилось решать. Понятно, что мы выставки строим, там, более ста выставок в год, но они все разные, тематика их разная, и задачи, которые стоят при строительстве той или иной выставки, они разные. То есть творчество, здесь творчество, вся эта работа пронизана от начала до конца. Если мы делаем ремонт, то мы обязательно делаем ремонт, который раньше никогда не делал. Там, реставрация объектов, да, поскольку на балансе музея пять объектов культурного наследия, а это уже другие, это не просто ремонт, а это ремонт объекта культурного наследия, это тоже другая задача. То есть, наверное, вот сейчас я для себя могу сформулировать, потому что это работа нестандартная, это работа, которая каждый день приносит какие-то новые задачи. И когда ты их решаешь, и ты понимаешь, то и это разнообразие, интерес, творчество, которое присутствует в том, что мы делаем, оно приносит огромное удовольствие. Поэтому, наверное, это та работа, которую я на самом деле люблю. То есть, наверное, если не вложить частичку себя, то ничего не получится. Я думаю, что да, в музее невозможно по-другому работать. Конечно, каждый музей по-своему уникален, и со временем меняется сама роль музея в обществе. Вот как она меняется со временем? Ну, мы с вами уже начали говорить об истории, да. Когда музей создавался, задача перед музеем стояла, чтобы собрать коллекцию, сформировать ее. Там, конечно же, была собирательская роль, собирательская миссия, да, музей как институт, концентрирующий в себе культурное наследие, историческое наследие, естественное историческое наследие, да, края народа и народов, проживающих на территории. Нужно было сформировать коллекцию. В военное время, вот Отечественная война, когда началась, музей на некоторое время был закрыт, это нужно было сохранить. То есть функция сохранения, она всегда остается, но в особых условиях, особое отношение к коллекциям, их нужно было сохранить. В эпоху вот такого серьезного развития советского, советское время, это, конечно же, музей как идеологический рупор. От этого никуда не денешься. Потому что музей как живой организм, он всегда реагирует на те изменения, которые происходят в обществе. А сейчас мы говорим о том, что музей как хранитель культурного наследия, за ним вот изменяется миссия, да, изменяется роль взаимодействия с обществом. Но здесь я должна обязательно, я всегда это делаю, говорится, что музей, прежде всего, создается для того, чтобы сохранить культурное наследие, да, обеспечить безопасность, сохранность, передать будущим поколениям. Это вот миссия, которая остается всегда, она незыблема. Именно для этого существует музей. Если музей этого не делает, то это не музей. Но во взаимодействии с обществом музей всегда играет такую вот интересную разную роль. Вот мы говорили, роль собирательская, охранная, идеологическая, да. И на сегодняшний день, мне кажется, музей может более шире взаимодействовать с обществом, работать с населением, с посетителями, вот, и вовлекать население наших посетителей в свою деятельность. Есть даже такое понятие, как музей соучастий. То есть интерактивность, да, подразумевается таким образом? Интерактивность, это немножко лучше. У нас есть интерактивные занятия, когда дети вовлечены в действия, да. То есть интерактивность, это когда человек приходит и потребляет, но при этом участвует в том, что предлагает музей. А вот культура соучастия предполагает, что посетитель приходит к нам со своими идеями, и мы вместе создаем какой-то музейный продукт, какое-то музейное предложение. Вот это уже более шире и более глубже, согласитесь, да, когда посетитель или человек, который любит музей, приходит и предлагает нам что-то вместе сделать. Ну, например, можно сделать выставку вместе, да, и они будут участвовать, вот, сообщество может принимать участие в собирании для данной конкретной выставки каких-то материалов. Ну, наверное, музей не будет жить без молодой публики, да? Вот как вы стараетесь молодежь привлечь в музей? То есть это ведь акции и ночь музеев масштабная бывает, и наверняка еще какие-то акции есть. Ну, это, во-первых, да, конечно же, это акции в нестандартное, в необычное время, ночное, да, чем на тендрик молодежи, как мы говорим. Вот, конечно, акция ночь музеев, аудитория, это в основном молодежь приходит, это само собой, ночь искусств. Есть у нас такие формы работы, как квесты, ну, они предназначены для разной категории возрастной. Есть детские квесты, есть молодежные квесты. Вот, например, на ночь музеев в этом году был у нас автоквест, и содержание квеста, конечно же, было направлено на аудиторию более взрослую, нежели детскую, молодежную аудиторию. И сам способ участия, это вот на автомобилях от музея к музею, это, конечно, было интересно, особенно молодой публике. Вот, молодежь мы приглашаем, конечно, в волонтерской группы. Это явление у нас пока на начальном этапе. Будем, я думаю, что в этом направлении более шире работать. Вот, это какие-то выставки, которые вызывают у них интерес. Ну, у нас была, допустим, тема эко-мода. Сейчас мы привозим из музея политической истории выставку политика и мода. Тема очень интересная. Мы выставку, которую нам предоставит Санкт-Петербургский музей политической истории, мы дополняем своим материалом. Вот, какие-то конкурсы проводим. Поэтому работаем, конечно, с молодежной аудиторией. Она достаточно широкая ведь. Ирина Петровна, и, наверное, нельзя обойти внимание на такой момент, что сейчас музеям на помощь приходят современные технологии. То есть это какие-то виртуальные туры по музею, еще какие-то интересные идеи. Наверное, мы не можем обойти внимание на тот момент, что открылось виртуальное представительство Музея истории и религии, который Санкт-Петербургского. Да, совершенно недавно, буквально на день рождения музея мы открыли виртуальное представительство Музея истории и религий. Замечательный контент они нам представили. Музея истории и религии – это информационный ресурс, рассказывающий об основных конфессиях, это христианство со всеми направлениями, иудаизм, ислам, буддизм. Вот они, материалы о них собраны в электронном варианте. Большой материал – это и экспозиции, Музея истории и религии, это и фондовый материал. Это все можно посмотреть. И очень важный для нас, конечно, это основы. Вот сейчас предмет, который преподается в 4-м классе, в общеобразовательной школе, основа религиозной культуры и светской этики. По этому предмету очень хороший материал нам представлен. Настолько хороший, что мы можем проводить занятия. В общем, первое занятие мы уже провели, можно сказать, мастер-класс по проведению подобного рода занятий провела сама заместитель директора Музея истории и религии. А еще какие-то виртуальные туры по музею, что-то есть подобное, да? Да, у нас на сайте в группе ВКонтакте стоит виртуальный тур. С аудиогидами мы сейчас вот начали работать и будем их приводить. На некоторых экспонатах у нас стоит QR-код, можно поднести и узнать об этих экспонатах. Практически в каждом зале присутствует электронная панель, которая расширяет возможности экспозиции и телевизионную панель. Поэтому используем, насколько это возможно. Конечно, этот вопрос очень такой спорный, ведь за виртуальной реальностью, как мы говорим, дополненной реальностью экспозиции мы можем потерять сам предмет. Как бы этого ни случилось, с этим тоже нужно быть очень осторожны, потому что музей – это все-таки предмет, музейный предмет. И, наверное, в завершении беседы, Ирина Петровна, а что бы вы могли пожелать любимому музею на 98 лет? Ну, что пожелать? Музею любимому можно пожелать, чтобы у него хватило средств и сил сохранить то, что у него есть. Это более 200 единиц хранения музейного фонда. Ну и, конечно же, найти очень интересные, востребованные для современной публики способы демонстрации, публикации этих музейных предметов. Вот наша с вами задача музея такая. А нашим телезрителям что вы могли бы пожелать? Нашим телезрителям что я могу? Я, во-первых, их приглашаю в наши музеи. Поверьте, у нас на самом деле очень интересно. Мы развиваемся, мы стараемся быть в ногу со временем. Вот, поэтому приходите, пожалуйста. А для того, чтобы вы могли к нам приходить, пусть у вас будет здоровье, достаточно средств для того, чтобы себе позволить. Хотя музей – это самый, наверное, доступный вид культурного учреждения, куда можно прийти. Вот, здоровья вам и счастья, и желание прийти к нам в музей. Огромное вам спасибо за интересную беседу. От имени нашего телеканала ЮТВ я вам желаю еще больше интересных проектов и еще больше благодарных посетителей. А программа «Чебоксары. Культурная столица» и дальше продолжит знакомить вас с самыми интересными событиями и персонами в городе. Так что непременно оставайтесь с нами и смотрите наши следующие выпуски. С вами была Елена Яковлева. До свидания и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»